К другим новостям. В Чебоксарах археологи и краеведы начали поиски усыпальницы прабабушки первого царя из рода Романовых, Марии Шестовой. По данным историков, она была похоронена в Никольском монастыре, который располагался на месте современного сквера Константина Иванова. Раньше на этой территории располагался женский Никольский монастырь. Основал его царь Иван Грозный. Когда на престол поднялся Борис Годунов, многие противники правителя были сосланы в разные концы страны. Мария Шестова была отдана под следствие и приговорена к пострижению. Известно, что в Чебоксарском монастыре ее поселили в отдельной келье. Здесь прабабушка русского царя и скончалась. Долгое время ее могила находилась в склепе Никольского собора. Археологи сейчас пытаются обнаружить остатки каменного храма и усыпальницы. Историки говорят, что сто лет назад руководству Казанской губернии удалось превратить эту территорию в место для паломничества. В 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, здесь в Чебоксары прибыла большая комиссия во главе с казанским губернатором. Были все высшие чины города Чебоксары в этой комиссии. И под ее руководством было вскрыто погребение Марии Шестовой, описано, составлен протокол и направлен Николаю II, который одобрил, признал. И с тех пор это место считалось местом паломничества. Храм был разрушен во время революции. Из его кирпичей даже были возведены жилые дома. Спустя век археологи и историки пытаются вернуть этому месту былую славу. На днях уже удалось раскопать кирпичи. По всей видимости, они были заложены в основании храма. Усыпальница располагалась неподалеку отсюда. Правда, пока на 100% неизвестно, что произошло с останками Марии Шестовой. Поддержки во время раскопок краеведы ждут и от жителей столицы. Уважаемые граждане, мы сейчас находимся в важном месте. Здесь ведутся археологические исследования. И они не совершились бы, если бы не архивы фотографов. До Второй мировой войны здесь проживало около 40 тысяч человек. И в семьях, в этих фамилиях, в семейных альбомах хранятся, может быть, очень интересные фотографии, которые помогут нам найти новые открытия. У меня просьба к вам. Приносите эти фотографии и просто приходите посмотреть на археологические исследования. Продолжение следует...